Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». Сегодня мы находимся в отделении переливания крови и поговорим и покажем вам путь, который проходит доноры каждый вторник и четверг в отделении переливания крови. И сегодня нашу экскурсию будет вести Игорь Эдуардович Поляков, заведующий отделением переливания крови. Здравствуйте, Игорь Эдуардович! Здравствуйте, уважаемая телеведущая, здравствуйте, уважаемые зрители! Так все-таки с чего начинается путь донора в отделении? Путь донора в наше отделение переливания крови и вообще в службу крови начинается с потенциального желания прийти сюда. Многие люди, которые становятся постоянными донорами, хотят внутренне прийти, но не решаются. Вот этот первый шаг, не бойтесь, переступайте через себя и в основном люди приходят помочь друг другу, то есть дать свою частичку другому человеку, как взаимопомощь. Ну, при поступлении к нам человек приходит и ему необходимо иметь паспорт и желательно медицинский полюс. И при этом желательно, чтобы он был местным жителем, постоянно находился в поле зрения и санэпидслужбы, и медицинской службы, чтобы предвосхитить разные заболевания, которые могут повредить потенциальному пациенту, которому переливается кровь, то есть рецепиенту. Ну, начнем с того, что человек пришел, мы его встретили, показали, где он раздевается в раздевалке, снимает верхнюю одежду, садится сюда и заполняет анкету донора. Эта процедура обязательно, потому что здесь она имеет унифицированную форму. Многие вопросы, которые наталкивают потом уже врача-транспузиолога на более тщательный опрос с целью выявить противопоказания к сдаче крови. Игорь Эдуардович, а вот потенциального донора, человека, который пришел к вам и хочет впервые сдать кровь, и еще толком ничего не знает о процедуре, о том, как это происходит, какие этапы он должен пройти, кто-то их сопровождает, кто-то им помогает, отвечает на вопросы, ведь могут возникнуть на разных этапах этого пути. То есть пока он дойдет, пока от начала заполнения анкеты до, в общем-то, зала, где будет взята кровь, пройдет достаточно много времени. На каждом этапе выделения переливания крови донор не является брошенным, его и визуально, и физически сопровождает сотрудник, находящийся на своем рабочем месте. При этом это объясняется тем, чтобы пояснить вопросы-ответы донору и, соответственно, предотвратить любые посттранспузионные осложнения. Бывает так, что донор еще не дошел до кроводачи, до операционной, и он очень боится. Вот чтобы преодолеть этот страх, мы ему рассказываем на основе статических данных, данных медицинской науки, пожалуйста, задавайте вопросы. Наверняка у людей, которые к вам приходят, возникает вопрос о правовых аспектах. Конечно. И первое, что возникает при начале деятельности любой организации, это законодательное соответствие административных правовых актов. Соответственно, поясняю, что наше отделение переливания крови является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области Одинцовская ЦРБ. Наша деятельность регламентируется заявленным видом деятельности по заготовке и хранению донорской крови. И, соответственно, это входит в разрешенную лицензионную деятельность нашей организации. Все наши сотрудники прошли специализированную подготовку в вузах и средних учебных заведениях с постоянным совершенствованием своих знаний. Итак, донор заполнил анкету, указал о себе все сведения. Что дальше? Дальше донор проходит в регистратуру. При этом он на руках имеет заполненную анкету и свой паспорт гражданина Российской Федерации. Плюс, если есть у него, то страховой медицинский полис. Я думаю, что мы отправимся туда же. Конечно, пройдемте. Итак, чат проходит дальше и попадает в регистратуру кабинет номер 7. Итак, Игорь Эдуардович, человек вместе с документами, заполненной анкетой, приходит в регистратуру. Что дальше? Кто его здесь встречает и что здесь происходит? Дальше донора встречает медицинский регистратор и оформляет первичные документы донора. Это карта донора резерва. Это для донора, который впервые посетил нас. Также каждому донору предлагается заполнить заявление о замене бесплатного питания, полагающегося ему. Это 5% от минимального прожиточного минимума по субъекту Российской Федерации. Денежной компенсацией. Для доноров, которые являются у нас постоянными, заполняется вот такая карта, медицинская карта активного донора. Хочу сказать, что у нас находятся данные на приблизительно на 30 тысяч потенциальных доноров. Но это не значит, что они все сдают. При необходимости мы их вызываем. Ну а активная часть населения по Одинцовскому району, это где-то приблизительно 3-4%. Необходимо иметь приблизительно 12-14%, это по международным данным, чтобы не испытывать проблемы в заготовке крови. Но у нас пока на таком уровне. Но хочу сказать, в связи с тем, что мы заготавливаем кровь и в отделении переливания крови, и на выезде в организациях, тем самым мы необходимый объем плана и необходимое количество крови для лечебных организаций заготавливаем. Совсем недавно мы побывали на одной из таких акций. Давайте посмотрим, кто в этот раз стал донорами. Четыре раза в год сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовской централизованно сдают кровь. Полицейские, как никто, понимают, насколько это нужное дело, ведь их профессия сопряжена с риском для жизни. Кровь может понадобиться им самим. Здесь проявляется в любом случае активная гражданская позиция каждого полицейского, потому что даже одна капелька крови может спасти какую-то человеческую жизнь. Многие уже не первый год сдают кровь. Кто-то начал еще в студенческие годы и продолжает до сих пор. Считаю, очень даже важно, потому что много нуждающихся в крови. Сам раньше сдавал в течение шести лет. Думаю, это важно. Сейчас с 2009-го сдаю, уже в должности сотрудника полиции. Отделение переливания крови охотно проводит в выездные дни донора. Это удобно для пациентов и врачей. За один день таким образом заготавливается большой объем крови и ее компонентов. В плазме мы не испытываем недостатка, но в эритроцитсодержащих средах, фактически эритроцитной массы, мы постоянно испытываем дефицит, потому что она хранится 40 дней приблизительно. Соответственно, мы обязаны постоянно проводить круговорот и заготовку. Желающих сдать кровь было много, даже образовалась очередь. Несмотря на неудобства, ни один сотрудник не высказал своего недовольства, понимая, насколько нужна эта акция сегодня. Каждый спокойно ждал своего времени, ложился на кушетку и сдавал кровь. Игорь Эдуардович, часто ли сотрудники Межмуниципального управления МВД России Одинцовская сдают кровь и часто ли вы проводите совместные акции вместе с ними? Да, они сдают кровь довольно часто. В среднем это 4 раза в год. Плюс еще наиболее активные доноры от управления Утрегин дел посещают нас здесь по месту расположения. Куда еще вы выезжаете? С какими организациями сотрудничаете? Мы выезжаем в лабораторию Герцена, тоже с таким периодом один раз в квартал. А также городской округ Краснознаменск, Власиха. Ну и, наверное, с крупными предприятиями, да, такими как электросеть, или они пока не особо? С крупными предприятиями, электросеть, каркунов, мы, конечно, выезжали, но сейчас из-за экономических трудностей они не могут нас принимать по одной простой причине, что компенсация по предоставляемым двум дням отпуска им экономически приносит большой ущерб. Ну, получается, масштаба крупного предприятия, она не совсем выгодна именно для управления? Да, совсем выгодна. Ну, хочу сказать, что довольно большое количество с этих организаций приходят к нам сюда в вторник-четверг сдавать кровь. Игорь Эдуардович, как проверяется информация до кровоотдачи? Вот та информация, которую предоставил донор. После заполнения документов, медицинский регистратор пробивает каждого донора по имеющимся данным из единого донорского центра Московской области. Эти данные собираются с территории Москва и Московской области. Для чего мы это делаем? Чтобы предотвратить умышленную сдачу крови теми потенциальными донорами, кто уже имеет инфекционные заболевания, которые передаются через скорость, то есть трансмиссивные инфекции. При этом, конечно, такие случаи бывают. И вот, например, при заполнении анкеты донора, здесь указывается подписка донора, что имеет он уголовную ответственность за риск передачи заведомо известной информации, то есть если он больной по инфекционным заболеваниям, и он может передать эти инфекционные агенты, соответственно, другому человеку. Но если он недостаточно сознательный, мы в любом случае проверяем и людей, которые у нас много раз дают, и первичных доноров. То есть мы относимся к каждому донору как к первичному. Что дальше? Куда отправляется донор после прохождения регистрации? Дальше медицинский регистратор направляет каждого донора в лабораторию. Его сопровождает санитар. Пройдемте? Пойдемте. После прохождения регистрации донор попадает в лабораторию. Я еще раз хочу отметить, что на протяжении всего пути, вплоть до самой кровоотдачи, донора сопровождает медицинский персонал и отвечают на все его вопросы. Игорь Эдуардович, мы находимся в лаборатории. Что происходит именно здесь? При поступлении донора хочу заметить, что все манипуляции с донором и со всеми жидкостями мы производим в одноразовых перчатках. При этом самая большая страшилка любого донора, это особенно мужчин, безболезненность, прокалывание пальца. Мы используем безболезненные ланцеты импортного производства. Они, конечно, одноразовые. При этом хочу сказать, что действительно они безболезненны. Ну, вам может подтвердить это наш потенциальный донор и ведущая. Дальше мы используем для взятия крови одноразовые салфетки, все одноразовые планшеты. При этом мы у донора, первое, определяем уровень гемоглобина. Вот с помощью этого аппарата. При этом используем одноразовые стерильные кюветы. Кровь у донора по группе АБ0, то есть первая, вторая, третья или четвертая группа, мы определяем здесь же, но в последующем мы это перепроверяем другими более точными методиками. Хочу сказать, что мы используем наиболее качественные реагенты. Это токсины немецкого производства. То есть мы стараемся поддерживать евростандарт. Почему мы используем одноразовые приборы и расходный материал? Это первое, чтобы не провести заражение от донора к работнику, от работника к донору. И второе, это чтобы не перепутать индивидуальные данные донора. То есть мы сохраняем индивидуальность каждого. Это называется идентификация донора. После того, как донор прошел лабораторное исследование, куда он идет дальше? Дальше мы ему предлагаем пройти в коридор, присесть, где он ожидает своей очереди для приема к врачу-трансфузиологу. Игорь Эдуардович, когда донор попадает в кабинет врача, какие вопросы задает ему доктор, на что обращает внимание и проводятся ли здесь какие-то замеры, какие-то исследования дополнительные? То есть для чего нужен этот кабинет именно на этом этапе? Первое, что проверяет ответственный сотрудник на любом рабочем месте, это паспортные данные. Первое, это для того, чтобы заполненная нами первичная документация соответствовала истине. Второе, чтобы исключить подмены донора, соответственно, другим лицом. На каком-то из этапов? Да, на каком-то из этапов. А реально возникают такие случаи? Разве так бывает? Чтобы умышленно люди подменивали друг друга, изменяли данные в карте. Вот были такие? Вот именно на вашей практике? Может быть, не в этом отделении? Может быть, вообще? То есть это вполне реально? Это вполне реально, значит, особенно при посещении близнецами. Для исключения этого проходим эти процедуры. Ну и, соответственно, похожие люди могут взять чужой паспорт и уже не являться тем человеком пройти. А зачем это человеку? Ну, первое, с одной целью меркантильного получения денег за кроводателем. Ну, ведь за нее не платят. Платят же только компенсацию за питание. Да, за саму кровь не платят. Платят компенсацию за питание. Это в размере 500 рублей. Но даже эти 500 рублей становятся такой прям неплохой добычей. Такие случаи бывают, но они, в принципе, отсекаются на первых этапах, еще до поступления пациента, пациентального донора к врачу. Но все равно на каждом этапе это такие процедуры идентификации донора необходимо проводить, чтобы исключить это. Итак, доктор проверил паспорт. Все данные совпали. Визуально он все тоже сошлось. Что дальше? Дальше врач-сранцузиолог проверяет данные из заполненной анкеты, которую донор заполняет при посещении каждый раз. При этом он анализирует и там указываются наиболее сухо какие-то данные. Соответственно, при сомнении по каким-то показателям он проводит опрос донора. Также врач далее заполняет осмотр врача-трофузиолога. Сюда входит осмотр, как говорят, по органам и системам. Вводит от того, что осмотр горла, измерение температуры, осмотр живота, измерение давления, аускультация, прослушивание легких, сердца, пальпация живота. В том числе измерение веса. Игорь Эдуардович, я знаю, что есть ограничения по возрасту и весу. Какие они? Да, они законодательно определены. Это возраст, начиная с 18 лет, верхние границы не существуют. Раньше было 60 лет. Сейчас, если позволяет здоровье, пожалуйста, у нас даже были доноры, которым исполнилось 80-85, нормально сдавали на ураг. И по весу. Вес должен быть не менее 50 килограмм, соответственно, без одежды. Соответственно, мы периодически контролируем вес у сомнительных людей, но и, соответственно, все равно каждый раз мы контролируем вес любого человека. То есть мы имеем уже какие-то статические данные. При этом хочу сказать, что донор, когда становится кадровым, то есть он сдает уже четвертый раз у нас, необходимо ему проходить раз в год. Внешнее диспансерное обследование. Это, ну, в общем для всех. ЭКГ, флюорография, анализ мочи, осмотр гинеколога и, соответственно, заключение участкового терапевта здоров-нездоров. То есть он анализирует еще данные амбулаторной карты по месту прикрепления. Это необходимо действительно для профилактических мероприятий, чтобы не навредить донору. Соответственно, вот мы заполнили осмотр врача-трансфузиолога. Дальше врач заполняет направление на кроводачу и вместе с первичной документацией донора передает обратно в лабораторию. Хочу сказать, что документация донору в руки не дается внутренне, передается только от сотрудника к сотруднику. При этом, пожалуйста, любые вопросы и любые данные конкретно данного донора и конкретной его документации доступны ему и будут пояснены. После посещения врача донор ожидает в коридоре еще 2-3 минуты, после чего отправляется в операционную, чтобы сдать кровь, которая необходима. Игорь Эдуардович, мы находимся в операционной. Именно здесь доноры сдают кровь. Да. Наконец мы прибыли в операционную. Хочу, чтобы вы посмотрели. Операционная соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологическим. Здесь находятся 4 донорских кресла. Соответственно, здесь доноры располагаются. Могут выбрать, пожалуйста, с какой удобно руки сдавать. С правой, с левой. При этом донор находится в физиологическом удобном положении. Мы используем при этом тоже все одноразовое. Используемые системы, ну, в зависимости от наших целей, с оборотовой, с фильтром, без фильтром. Все одноразовое. Иглы заточены, соответственно, определенным образом, имеют смазку. То есть, проход через кожу мы стараемся проводить безболезненно. При этом... Все, чтобы было максимально комфортно для донора, для человека. Чтобы он не отпугнулся, чтобы ему было действительно все понравилось, и в следующий раз он обязательно пришел снова. Да. Мы стараемся так, чтобы донор зашел сюда и вышел отсюда, но здесь не испытывал стресс. Потому что данная процедура, даже для постоянных доноров, все равно какой-никакой астресс. При этом он располагается в кресле, и мы ему предлагаем на выбор любой фильм. То есть, здесь звучит либо музыка, либо художественный фильм. То есть, донор в расслабленном состоянии, лежит на кушетке и спокойно сдает такие ценные 450 миллилитров крови. Да, конечно. Это проходит в течение 5-10 минут. Ну, я могу сказать по своим ощущениям, я неоднократно сдавала кровь в этой операционной и на выезде тоже. Это действительно абсолютно безболезненная процедура. А осознание того, что ты можешь, и твоя кровь кому-то помочь, ну, наверное, дает сил для того, чтобы снова-снова сюда приходить. Да. И хочу сказать, что не стесняйтесь, даже здесь мы проводим агитацию, разъясняем. Пожалуйста, спрашивайте у врача, пожалуйста, спрашивайте у медицинских сестер, как лучше сделать с вашей стороны и ваши предложения и замечания, как улучшить наш, так сказать, быт. Многие боятся, что встав с кушетки, им вдруг станет почему-то плохо, и они, ну, будут примерно в предобранном состоянии. Это часто вообще случается? Ну, например, вот со мной я 5 раз сдавала кровь, и ни разу у меня не кружилась голова, то есть я спокойно вставала, садилась за руль и ехала на работу. Ну, хочу пояснить, что, конечно, риск обморачиваться состояния сохраняется. Это не из-за того, как вы ели и сколько ели, пили жидкости, хотя это тоже вносит свой вклад до того, как. Ну, это, для этого, конечно, надо завтракать, исключить жирную диету и побольше жидкости, ну, в виде сладкого чая. Но в конечном итоге обморачивание состояния обусловлено снижением кровеснабжения головного мозга. При этом, чтобы эти состояния свести к нулю, надо определенным образом готовиться. Но если же они все-таки наступили, мы используем данные кресла, они поворачиваются вверх-вниз головой и ногами. Соответственно, это быстро приводит к снижению вот этих всех патологических реакций. И, соответственно, в любом у нас помещении, где находится донор, есть шкаф или переносная укладка для оказания помощи в этих состояниях. После того, как 450 мл ценной и такой нужной крови забрано, что происходит дальше? После этого донор проводится к двери и далее в сопровождении санитара направляется к врачу-трансфузиологу. Что делает врач-трансфузиолог? Перед тем, как посетить этот кабинет, мы рекомендуем ему там 5-10 минут присесть. То есть мы принимаем любые действия, чтобы задержать донора и предотвратить всякие патологические реакции уже при выходе из отделения. При этом прошу не обижаться, что вам предложено посидеть и отдохнуть. В последующем, конечно, все посетители это понимают. При посещении врача-трансфузиолога после кроводачи проводится контрольное измерение пульса и артериального давления. Для чего? Опять же, для предотвращения патологических реакций. Если же на каком-нибудь этапе донору становится плохо, это в любой момент мы вас не оставим, подхватим и окажем помощь. Дальше донор проходит в регистратуру, где проводится расчет, ему предоставляется справка на 2 дня выходных и денежная компенсация пайка продовольственная. Это в районе 500 рублей. Игорь Эдуардович, вот все-таки, на ваш взгляд, что толкает человека прийти в отделение и приливание крови, сдать свою кровь? Вот все-таки это те 2 лишних дня к отпуску и 500 рублей компенсации за питание, или все-таки это что-то другое? Хочу сказать, что сейчас на фоне всенародного, так и повсеместного увеличения и распространения патриотизма люди в основном молодого и среднего возраста руководствуются стремлением помочь друг другу и ближнему. При этом они или в одиночном порядке приходят к нам, то есть высказывают, что да, я давно хотел, вот наконец решился. Где узнал? Через интернет. Потом приходят парами, или же знакомые знакомых приводят, или же родители детей и дети родителей. При этом меркантильный интерес, я бы не сказал, что он вообще стоит перед донором. Наверное, просто какой-то плюсик. Вот еще один плюсик к комфорту после прохождения процедуры. Конечно, государство в этом случае не оставляет донором и после 40 кроводач, ему представляется государственная награда. Соответственно, она имеет под собой какие-то льготы. Но это не цель сдачи крови. Цель все-таки помочь ближнему, а еще, наверное, не забывать о том, что эта кровь может понадобиться и самому человеку, и кому-то из его близких. Да, на самом деле это так. При беседе с донорами, иногда я задаю вопрос о денежной компенсации. Всегда, почти 100%, я замечаю недовольство донора. Ему неприятно слышать о меркантильных интересах. Он первое приходит сюда помочь другому. Игорь Эдуардович, давайте еще раз напомним нашим телезрителям. В какие дни можно прийти в отделение переливания крови и проявить свою гражданскую позицию? Мы вас ждем здесь, по адресу город Одинцово, Можайское шоссе 55, на территории терапевтического корпуса ЦРБ, вторник-четверг, с 9 до 12. При себе иметь паспорт, если есть полюс. После того, как донор сдал кровь, работа медицинского персонала на этом не заканчивается. Что происходит с кровью дальше? Далее мы проводим обследование на гепатиты, ВИЧ, сифилис, ну и другие биохимические показатели. Провели обследование, сделали выборковку крови, то есть в одну сторону кровь, которая теоретически годна для клинического использования, а в другую – брак крови. Брак крови определенным образом утилизируется, уничтожается здесь же и потом вывозится соответствующими организациями. Плазма идет на карантинизацию, карантинизация составляет 6 месяцев. Если за эти 6 месяцев с донором не случилось никаких инфекционных заболеваний, которые потенциально могут повредить пациенту, которому перельет кровь, мы ее маркируем соответствующим образом и помещаем в холодильнике на выдачу. Что касается эритроцитной массы, то она после обследования, выборковки, поступает сюда для клинического использования. При этом хочу заметить, что у нас достаточно резервов и эритроцитной массы, и плазмы, чтобы покрыть первое – это плановые потребности, обеспечимые больницей района, и в случае терроризационных ситуаций. Ну, комплекты и запас на чрезвычайные ситуации мы храним отдельно. Но я так понимаю, донору предстоит прийти еще раз после того, как он сдал кровь, чтобы у него взяли анализы снова, через 3 месяца. Да, ну, здесь надо разделить. Первое, если человек сдал кровь, и сейчас он, заметьте, сейчас говорит, что я больше не буду сдавать, соответственно, мы ему объясняем, почему надо ему прибыть через 6 месяцев для сдачи анализов. Очень много, потом далее соглашаются. Если он становится постоянным донором, постоянный донор – это женщина, которая сдает 4 раза в год цельную кровь, мужчина – 5 раз в год, ну, это максимум. Все равно периодически наблюдается у поставленных доноров кроводачи, и через 6 месяцев, когда подходит статистический период, мы проводим исследования и выдаем после карантинизации плазму суда. Проявляйте свою гражданскую позицию, приходите сами, приводите своих друзей и близких в отделение переливания крови и сдавайте кровь. Это была программа «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова